Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас Белая Мгла. Давненько не сражались мы с кайнозойскими тварями, точнее, хотя мы с кайнозойскими усилениями, точнее, с модами. Ну, я их всегда называл усилениями, так что у нас как обычно, да? Кто у нас там есть? Как там, блин? Ладно, вылетел с головы синонимы, но, в общем-то, у нас тоже усиление, это у них второе имя, это моды. Ну, и наоборот. Итак, вот такие вот у нас здесь твари. Так, нужен нам кто? Вот этот парень, чтобы выдержал два удара. Потом можно гиенодончик и телик. Давайте вот так попробуем. Тили-тили троллевали. Ну, можно и ударить. Ам-нам-нам. Так, Арктодус вкачанный, 322 уровня. Ну, как я и ожидал, он сразу на нас набросился. Блин, мне сразу вспомнился этот... Титан из Горилла. Из Горилла. Из Годзилла. Король монстров. Там был один из Титанов. Из сколько их там, 13, по-моему, на планете. Был такой вот Мамонт прикольный. Мне вообще он напомнил даже ледяного Мамонта из Лего. Из Лего Чимы, по-моему. Там был такой набор-конструктор прикольный. Там у того Мамонта он как был как Брахиозавр. С очень длинными передними ногами и с короткими задними. Арктодус тут как вообще, как собака какая-то. Гееннадон даже выглядит больше, чем этот Арктодус. Самый крупный медведь, я моё. Чё-то он не устрашает. Ой. Больно-то бьют по нам. Мне так утилика-то жизни вообще капец мало. Ну, два удара я бы не выдержал. Так, и наша киска на фоне логотипа Jurassic World рычит о победе. Хорошая конечная заставка победная. Так, бой номер два. Точно такая же комбинация. Так. Мамонт двадцатый. Допустим, пусть пойдёт туда. Мамонт подменится. Возьмём. Не, гигантофию давайте возьмём. Гигантофию и... Ну и пусть будет Тиликс. Хм. Похожая комбинация. Так, теперь у нас не Фарракса, а Келленкин. Обладатель самой большой головы среди птиц. Так, ну... Ну ладно, давайте проатакую на один. Но это вам не Фарраракс. Здесь, конечно, мы полжизни и близко не сняли. У него пять косарей. Он двести девяносто шестого уровня. Самый крупносахопутный, да. Летающий у нас Аргентавис. Два. Поставим. Не проатаковал, гадёныш. Так, теперь должен атаковать на пять. На все пять, отлично. Сто процентов он атакует. Так, здесь раз-два. Здесь раз. Да и всё. Сумчатый лев. Какой вам больше нравится в этой игре или в Jurassic World V-Life сумчатый лев, как выглядит? Ну, наверное, даже в этой. Он более такой какой-то яркий, что ли. V-Live'en какой-то тусклый. Ну, так вот, червячок умер. И опять же здесь раз-два и раз-два-три. Ну, в принципе, точно так же. Бой-клон. Так, ну и пробиваем. Нам два удара достаточно. Так, а теперь у нас уже гибрид силы космилы и белки. Такие уже прям кисточки на кончиках ушек появились. А вы знали, что у белок, ну, обычных коричневых таких белок, красных, да? То есть у них зимой шубка становится серенькая и кисточки появляются только зимой. А летом кисточек нет. На ушках. Так, так, у меня тут немножко, немножко миллионов не хватает. Сейчас мы их восстановим. Я недавно собирал, буквально час назад. Так. Ну, пусть пока так. Нужно опять будет покупать усиление, потому что завтра у меня турнир Титана Боа с усилениями. Это видео выйдет позже, скорее всего. Так что запасаться усилениями надо. Так, ну и вот такая вот комбинация. В принципе, можно взять вот так. Будет он подменяться или нет, неизвестно. Вот так давайте сходим. Это, наверное, более-менее удачные комбинации, чем прошлые. Поскольку здесь Динатери есть. Хотя бьет он не так уж сильно. Ну, посмотрим. Два пробил, вот, зараза. Не очень прикольно получилось. Вопрос, осталось ли у него что-то? Если у него был один балл, он его перенес, то он может нас уничтожить. Не было у него балла, я потратил лишний балл. Ну, мы делаем вот так вот ход конем. И мы теперь 100% победили. Так, два уртинушки. Давай. А, я его пробил. Ха-ха-ха, слабак. Семь ударов бьет на пять. Почему на пять? Непонятно. Вот когда у него слишком много баллов, непонятно, что он делает. Он бы меня не пробил на пять. У меня же было четыре. Так, ну и победа, ребята. В общем-то, да, довольно легкий попался нам поединок. Не было вот этой мишанины, когда там идут пещерный, степной, ледяной. Да, это легко. Было всего лишь две стихии, и все один и три боя были очень похожи. Два степных и один ледниковый. Вот и все. Так, ну а с этим мы разберемся на стриме, если все будет в порядке. Всем пока, ребята.